Я часто говорю, что православные христиане чаще всего находятся в ереси, обрядоведении какого-то, кружка кройки шитья или авиамоделирования. Я недавно залил ролик, значит, непоминающий храм для непоминающих в Москве. Есть известный педагог, миссионер, катехизатор Стрелецкий Николай Акимович. И он нашел какую-то возможность, создал храм, пригласил батюшку Ирея Андрея, Олега, извиняюсь. Ролик тоже есть у меня на канале с ним. Он вызвал большой отклик, этот ролик с отцом Олегом. И я вот сегодня, как я сказал, еще разместил этот новый ролик. И людям это неинтересно. Хотя очень много вопросов по поводу... Не подскажете, Евгений Борисович, вот у меня в поселке городского типа есть ли священник такой непоминающий ересиарха? Или у меня в деревне, или у меня на хуторе, или у меня в городке. Понимаете, все хотят комфорта, все хотят чего-то непонятного. На самом деле они этого не хотят. Они хотят, чтобы у них священника им дали для того, чтобы вот им надо иногда сходить или что-то такое. Народ у нас оболваненный, неправильно воспитан, не воцерковлен. И вот на 30 миллионов, самый большой город в России, один из самых больших городов в мире, имеющий наверняка и приличных священников, и мирян. Там, понимаете, Господь явил этого священника. Там телефон Николая Акимовича, там 8-910-422-5356, по-моему. Но я напишу здесь тоже в описании, дам его. Я ему позвонил, говорю, Николай Акимович, ну как там, ну, наверное, вы не справляетесь со звонками к отцу Олегу. Наверное, много народу желает прийти, приобщиться. Я не буду говорить метро, но это метро, рядом пепешая доступность. Ну, не центр Москвы, конечно, не Красная площадь. Вот, но тем не менее удобно. Я сам ходил, там был. Вы видели ролики тоже. Он говорит, нет, никто не позвонил, Евгений Борисович, никто не позвонил. Поэтому, безусловно, мы будем жить. Но ведь важно не просто жить, важно оставаться живым. Разве не так? Господь управит. Ваш Евгений Лопатин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok